всем привет и вот мы снова встретились это очередное видео о куркуме и его ее воздействие на организм человека обязательно пожалуйста еще раз подчеркиваю если вы не видели первые два видео это вводное видео общая информация то есть по побочным эффектам по противопоказаниям по дозировкам обязательно посмотрите и второе видео оно еще более важное там я рассказываю о том какие сейчас есть современные формы куркумина и почему обычный порошок который вы можете употреблять он может не работать кроме того прошу обратить внимание что под видео я все время оставляю какую-то полезную информацию во первых есть описание о чем пойдет речь в данном видео и и второе там всегда я оставляю какие-нибудь полезные ссылки ссылки на статьи которыми пользовался если кто-то захочет более подробно изучить этот вопрос и конечно я вас прошу всегда оставлять комментарии чтобы я видел что вы активны что вам это интересно и я не зря стараюсь ну и давайте начинать итак дорогие друзья сегодня будет краткое такое видео я надеюсь по коронавирусу и куркуме потому что мне задали очень интересный вопрос в комментариях я решил разобраться с этим и поехали сразу должен сказать что на сегодняшний день прямых таких вот исследований до клинических нету но есть много исследований куркумина касательно разных других вирусов и касательно сарс-1 то есть первого учитывая что у них много сходного со вторым который сейчас бушует в принципе но здесь больше теории пока что еще нужно конечно больше исследований и так вот для вас несколько статей и лет обзоров первые коллеги из бразилии они оценивали заболеваемость смертность к видам по карте мира и обнаружили что страны юго-восточной азии которые являются лидерами мирового производства куркумы выращивания они у них смертность меньше всего а страны которые конторы казалось бы высокий уровень медицины европейские западноевропейские страны у них смертность гораздо больше это вызвало конечно некоторые вопросы но при этом в иране ситуация достаточно серьезная почему авторы посчитали что это из-за того что они посчитали что из-за санкций у них сейчас пары большие перебои последние годы с куркумы кроме того в странах юго-восточной азии у них естественно очень тяжело с изоляцией и не хватает больниц не хватает медикаментов не хватает тестов естественно это тоже играет большую роль но все равно даже при этом страны западной европы скажем так у них смертность выше понятно с какой-то стороны можно предположить что это все раса или это все температура хотя все больше камни данный говорит о том что температура высота над уровнем моря влажность это все не особо то может сдержать коронавирус поэтому наши коллеги предположили что смертность от коронавируса связано географически с интенсивностью употребления куркумы среди населения какие возможные механизмы ну первое известно что коронавирус чтобы проникнуть в клетку используют рецепторы ангиотезин превращающего фермента 2 но на данный момент неизвестно как нам трактовать эти данные потому что сначала говорили препараты которые блокируют эти рецепторы нельзя потом говорит что наоборот при тяжелой форме можно очень никакому консенсусу пока не пришли никакой связи конкретные доказать не смогли с одной стороны можно было бы заблокировать рецепторы чтобы я вирус не мог проникать клетку и там размножаться а с другой стороны вирус проникая в клетку после того как использовал этот рецептор сам снижает производство этого рецептора и выставление его так скажем на поверхность клетки и с этим процессом связывают усиленное воспаление в легких и формирование в будущем фиброза учитывая что куркумин воздействует на эти рецепторы можно предположить один из механизмов ход действия куркумин воздействует и прямым образом и косвенным на другие вирусы например вирус иммунодефицита человека более того он обладает противовоспалительным и настраивающим иммунную систему действия он он блокирует высвобождение воспалительных медиаторов цитокинов соответственно может противостоять цитокиновому шторму тем самым снижая повреждения органов и тромбообразования дальше него есть противотромботическое действие то есть он снижает образование тромбов с которыми связаны очень многие проблемы при коронавирусной инфекции тоже известно и микроинфаркты или даже большие инфаркты и инсульты в наших органах ну и противоцитокиновая то есть противовоспалительная и противофиброзная то есть противоформирование шамовой ткани в легких может тоже помочь при коронавирусной инфекции еще одна статья коллег из индии которые в основном тут рассказывают о том что ранее куркумин показал свою эффективность против вируса гриппа против птичьего гриппа против вич гепатита b гепатита c зика и прочих днг при вирусе гриппа а он подавлял повреждения люгочной ткани блокируя путь nf как по b и воспалительные цитокины и блокирует цитокиновое образование цитокина защищая легкие от коронавируса еще одна статья здесь и соединенные штаты здесь и великобритании ирландия польша ирана они тут очень подробно рассказывают о том как как куркумин в прошлых исследованиях и на других вирусах блокировал присоединение вируса к рецепторам на клетках проникновение вируса не буду на этом подробно останавливаться получится очень долго и оставлю обязательно ссылки почитайте если кому интересно потом он блокировал размножение вируса внутри клетки это было доказано при сарсков просто учитывая их сходство опять же можем можем предположить что и на этот он будет действовать потом куркумин способен угнетать вирусные протеазы это такие ферменты которые вирусы используют для того чтобы после того как клетка внутри клетки был произведен белок надо его потом разрезать чтобы получились части вируса чтобы потом их собирать чтобы образовывались новые вирусы то есть вот эти ферменты они но очень нужны вирусом для того чтобы воспроизводить свое потомство то же самое коронавирус увеличивает воспалительные цитокины цитокиновый шторм может могут вызывать с соответствующим поражением органов а куркумина обладает противовоспалительным противофиброзным и снижает образование цитокинов интерферона гамма и интерлекинов воспалительных в легких также он блокирует фиброз легких то есть образование после повреждения легких формируется шрамовая ткань то есть легкие превращаются в такой шрам который не функционирует не может расправляться вот это вот как раз и про мелатонин я тоже самое рассказывал про витамин d и вот куркумин тоже по-видимому может это делать при коронавирусной инфекции действия против отека легких тут они тоже подчеркивают что у куркумина есть одна проблема что он мало у него плохая биодоступность об этом я во втором видео своем рассказывал и как это преодолеть пожалуйста посмотрите еще одна статья авторы из индии турции сша они предлагают использовать куркумин вместе с цинком как для профилактики так и для лечения коронавирусной инфекции оба этих вещества элемента они показали ранее во многих исследованиях активность как в пробирке так и на животных против разных вирусов цинк является микроэлементом который воздействует на который нужен для нормальной работы как врожденного так и приобретенного иммунитета снижает его дефицит может вызывать естественно снижение иммунитета свободно радикальное повреждение органов тканей он обладает как прямым так и косвенным противовирусным действием у пожилых пациентов дефицит цинка вызывает выраженную предрасположенность к инфекциям и когда им дают цинк в виде биоп добавки у них значительно снижается заболеваемость инфекционными заболеваниями и авторы предлагают использовать оба этих вещества для того чтобы как бы это широкого противовирусного спектра и это и вместе они как бы могли бы противодействовать в коронавирусу когда профилактики так и для лечения и еще расскажу вам сейчас о клиническом испытании которое на данный момент проходит итак вот есть одно клиническое испытание которое происходит сейчас в израиле смысл его в том что у 50 госпитализированных пациентов в течение двух дней госпитализированные имеют ввиду что у них состояние ну скажем так среднее то есть им надо было попасть в больницу находиться под контролем врачей но при этом они им не настолько плохо чтобы они были в реанимации и вот в течение первых двух дней они получали кроме стандартного лечения коронавируса они получали еще спрей вот такой вот здесь спрей называется артемик куда входит куркумин и собственно говоря вторая группа пациентов получала тоже стандартное лечение и спрей пустышку куда соответственно куркумин не входил а мицеллированная форма куркумина и сравниваются помогает ли как-то это ускорить ускорить выздоровление от заболевания или там как-то облегчить симптомы но пока результатов нет будем ждать дорогие друзья если информация была для вас интересна и полезна ставьте лайк пожалуйста пишите ваши вопросы мнения впечатления в комментариях всегда интересно их читать подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик чтобы быть в курсе новых видео а я с вами прощаюсь будьте здоровы до свидания